Здравствуйте! Это время новостей на МТВ в студии Дарья Денисова. В Волгограде подрядчики приступили к установке новых эскалаторов еще на одной станции скоростного трамвая – площади Ленина. Работу организовали в рамках инвестсоглашения между муниципалитетом, регионом и АО «Электротранспорт Плюс». Рабочее пространство огородили для обеспечения безопасности пассажиров. На финальном этапе конструкции облицуют металлическими панелями. На площади Ленина установят два новых эскалатора. Аналогичные уже смонтированы на станции «Комсомольская», где специалисты завершают пусконаладочные работы. Подъемные механизмы отечественного производства, их высота 3,5 метра, скорость движения – полметра в секунду. Новые устройства практически бесшумные и оборудованы эффективной энергосберегающей системой привода. Она останавливает эскалатор во время отсутствия пассажиров. В 2018 году аналогичные эскалаторы установили на станции «Пионерская». За пять лет они показали высокую эффективность, экономичность и надежность. Прежние эскалаторы на станциях были установлены 40 лет назад. В связи с высокой степенью износа их остановили несколько лет назад. В 2023 году с началом реализации инвестпроекта у муниципалитета появилась возможность провести модернизацию и этой инфраструктуры. В рамках инвестиционного соглашения в этом году стартовал очередной этап реконструкции линии скоростного трамвая. Специалисты фактически построили новый путь протяженностью 3 километра на участке от завода «Баррикады» до остановки улицы 39-й гвардейской дивизии. Помимо заменной рельсошпальной решетки и контактной сети, рабочие обновляют платформы и устанавливают остановочные павильоны, которых здесь ранее никогда не было. В следующем году реконструкцию продолжат, обновят участок от улицы 39-й гвардейской до въезда в тоннель рядом с улицей Землянского. Кроме того, компания «Инвестор» АО «Электротранспорт Плюс» заключила договор на поставку 62 новых трамвайных вагонов. Транспорт начнет поступать в Волгоград в 2024 году. Создать атмосферу уюта, праздника и волшебства, даже несмотря на совсем не зимнюю погоду за окном. В преддверии Нового года в Волгограде традиционно проходит конкурс «Лучшее новогоднее оформление объектов торговли, общественного питания и сферы услуг». Задействуя всю свою фантазию, предприниматели украшают витрины, входные группы, окна заведений и прилегающие к ним территории. Победителя конкурса определят 28 декабря. Украшение некоторых объектов оценила Дарья Коломыченко. Вот так традиционно по-новогоднему коллектив одного из цветочных магазинов в Ворошиловском районе Волгограда встречал 2023. Вся входная группа будто живая еля. Под новогодним деревом, конечно же, море подарков. Тогда магазин стал победителем городского конкурса новогоднего оформления. В этом году решились на еще более смелые задумки и стилизовали фасад здания под пряничный домик. Делали все своими руками, чего только один улыбчивый имбирный пряник стоит. Деток действительно очень много фотографируют родители. И обратила внимание на то, что мимо нас часто водят деток в школу или в сад. Родилась идея, почему бы не сделать какую-то именно тематику, направленную больше на детей даже. Но и взрослым тоже, потому что под Новый год мы все превращаемся в детей, нам хочется чуда. Внутри цветочного магазина не менее новогодняя атмосфера. Гирлянды, елочные венки, узнаваемые стеклянные игрушки советского времени и современные варианты декора. Оригинально украсить свои площадки в это время стремятся многие волгоградские предприниматели. Они создают для волгоградцев не только яркие фотозоны, которые любят, отмечают в соцсетях и хвалят, но и дарят ощущение приближающегося торжества – доброго, красивого и волшебного. В нашу слякотную холодную зиму всегда хочется добавить тепла и уюта, порадовать чем-то наших гостей. И очень приятно видеть, как счастливые люди фотографируются на наших санях с нашими дровишками. Очень хочется откликнуться в сердце каждого и взрослого, и ребенка, так как взрослых людей сани, валенки переносят в ностальгическую атмосферу. Детям просто интересно посмотреть. Участники конкурса оформляют объекты инсталляциями, подсветкой, гирляндами, декоративными фигурами. В последнее время растет и популярность натуральных украшений – елей, сухоцветов, шишек. Этот стимул делает в принципе город лучше, потому что входная группа, мы украшаем ее не только на Новый год, но и ко всем другим праздникам. Мы находимся в центре города. И, конечно же, хочется, чтобы люди, которые приезжают к нам в Волгоград, получали сразу же впечатление как о городе, который запоминается, который хочет радовать и своих жителей, и своих гостей. Городской конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов торговли, общественного питания и сферы услуг проводят в Волгограде шестой год подряд, традиционно перед Новым годом. Участвуют юридические лица и индивидуальные предприниматели. Причем заявок с каждым годом становится все больше и больше. Отрадно, что бизнес, который осуществляет свою деятельность в нашем городе, вместе с администрацией Волгограда хочет украсить город и привлечь своих покупателей, порадовать их новогодним убранством. Это нравится жителям нашего города. В этом году подано 122 заявки на участие в этом конкурсе. Отбор проходит по трём номинациям. Зимняя феерия в преддверии чудес и витрин чудесное мерцание. Специалисты оценивают украшения витрин и витражей, внутреннее убранство помещений, а также комплексное оформление объекта. К общегородскому этапу конкурса в этом году допущены все участники. Победителей в каждой из номинаций определят 28 декабря. Волгоградцы тоже могут дать свою оценку красивым объектам города. Своими улыбками, яркими фотографиями и праздничным настроением. Дарья Коломыченко, Виктор Хиврин. Время новостей. Новый год уже совсем рядом. К предстоящему празднику преображаются улицы Волгограда. Многие украшают свой дом, наряжают ёлки. Передать новогоднюю атмосферу смогли и учащиеся средней школы номер 112 Кировского района. На окнах образовательного учреждения появились необычные узоры. Дети и взрослые своими руками сотворили красоту в рамках школьного конкурса «Новогодние окна». Как создавали морозные узоры узнала наша съемочная группа. В морозных кружевах на витражных окнах 112-й школы можно разглядеть снежинки, нарядную ёлку, героев сказок, снежную королеву, снеговиков и символ предстоящего года – дракона. В этом году в рамках реализации федеральной программы в образовательном учреждении установили новые пластиковые окна. Ажурные бумажные украшения на них нельзя не заметить. В школе был объявлен конкурс «Новогодние окна», и в нём приняли участие и ученики, и родители, и учителя. Новый год – это праздник, который объединяет всех. И мы решили, что это повод, чтобы наша школьная семья вся вместе подготовилась к этому замечательному празднику. На базе школы несколько лет работает творческое объединение «Фантазёр». Юные мастера и мастерицы создают из бумаги тематические композиции, украшают ими фасад, окна и стены школы к праздникам и памятным датам. Бумагопластику освоить несложно, а главное – были бы желания и фантазия. Мне нравится сюда приходить, потому что рисование и всё творчество – это моё хобби. А хожу и сюда получается уже с начальной школы. Я врезала вот этого дракона. Сложности были в том, чтобы красиво и ровно вырезать вот эти вот отверстия. Потому что это вырезается не ножницами, а именно канцелярским ножом. Без помощи умельцев в мастерской Деда Мороза не обошлось и новогоднее представление. Ребята с удовольствием придумывали и создавали своими руками декорации к спектаклю «Новогодние приключения Маши и Вити». Помимо бумажных подделок для создания сказочной атмосферы, использовали краски и ткани. Здесь можно массу плюсов назвать. От мелкой моторики до социального общения. Они находят общение, они находят себя в этом. Я считаю, что это опыт. Я им говорю мой девиз. Что бы ты ни делал, ты делаешь себя. То есть любое действие – это опыт. Каждый элемент оконных узоров тщательно продумывали. Большие детали вырезали вручную. А самые маленькие снежинки получались благодаря высекальной машинке. Чтобы получить эти узоры, нам надо положить бумагу, ножик специальный. И вот так вот продолжительно крутить. По итогу мы получим узор снежинки, елки. С помощью этой техники школьники смастерили новогодние скрабукинг-открытки и отправили их российским военнослужащим в зону СВО. Вместе с педагогами ребята поделились друг с другом новогодним настроением. Дружно наряжали елку, готовили подарки. Чтобы окна засверкали снежинками и декабрьскими узорами, развешивали праздничные украшения, созданные своими руками. По доброй традиции, витражные окна 112-й школы вновь дарят праздничное настроение школьникам, их родителям, педагогам и всем волгоградцам. Дарья Денисова, Виктор Хиврин. Время новостей. Не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях. С подробной лентой новостей можно познакомиться на информационном портале ntv.online. На этом пока все. До встречи. Сегодня днем в Волгограде небольшой дождь, ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха плюс 5, плюс 7 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова